Добрый день, уважаемые коллеги! 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 Клетки супрессии, различные клетки супрессии. Их буквально с каждым годом становится все больше. Но ведущими, наверное, здесь в настоящее время пока остаются именно Т-регуляторные клетки, которые тоже относятся, безусловно, к Т-лимфоцитам. Эти клетки уже достаточно давно известны. Их механизмы, ингибирующие влияние на эффекторы, эффекторные клетки, достаточно хорошо изучаются. В частности, слайд как раз показывает количество публикаций, которые посвящены Т-регуляторным клеткам в мире. Это известная всем система PubMed. В качестве ключевого слова я здесь представил Т-регуляторные клетки в заголовке. И вот видите, с каждым годом количество публикаций все возрастает. Но при этом необходимо отметить, что я считаю это просто замечательно, что сейчас уже эти публикации в последние 2-3 года, включая, естественно, 20-й год, они посвящены не только механизмам супрессирующего влияния этих клеток, но и в том числе уже различным исследованиям, которые показывают, как можно снизить их функциональную активность, тем самым стимулируя противоопухолевый иммунитет. Ну и эти разработки, они уже начинают применяться при лечении онкологического заболевания. Мы исследовали особенности влияния Т-регуляторных клеток на дендритные клетки на примере больных раком почки. Данное онкологическое заболевание относится к числу наиболее тяжелых онкоурологических заболеваний. К сожалению, до сих пор немалое количество случаев выявляется именно с поздней диагностики, когда рак диагностируется уже на последних стадиях развития. В результате этого, как минимум, у половины больных в течение первого года может наблюдаться рецидив заболевания. Исследование в какой-то степени продолжает, то исследование, которое я в данном случае представляю, продолжает уже несколько летние исследования этой темы. И вот в этом году в журнале «Медицинская иммунология» во втором номере вышла статья «Зависимость фенотипа химиленцентной активности моноцитов от количества Т-регуляторных клеток у больных раком почки», где мы также у больных раком почки исследовали влияние Т-регуляторных клеток непосредственно на фенотип и функциональную активность клеток, которые выделялись из крови больных раком почки. Были обнаружены особенности в зависимости от содержания при высоком или низком количестве Т-регуляторных клеток. С большей-меньшей активностью моноциты реагировали, менялся их фенотип и химиленцентная активность. Но мы предположили, что вот такое влияние, негативное влияние, оно может простираться как бы опосредованно через моноциты и на потомки этих моноцитов, то есть на дендритные клетки, которые уже получаются в культуре инвитро вне крови, вне тех факторов, тех растворимых факторов, которые в крови у больного онкологическим заболеванием могут быть, но через воздействие непосредственно на моноциты это вот ингибирующее влияние может действительно быть реализовано. То есть у нас была, соответственно, такая гипотеза. Поэтому мы поставили перед собой цель – это изучить влияние активированных Т-регуляторных клеток, их количество, на особенность фенотипа дендритных клеток, дифференцированных из моноцитов у больных раком почки. На слайде представлено, соответственно, распределение Т-регуляторных клеток в крови у больных раком почки. Изначально общую группу больных раком почки по медиане активированных Т-регуляторных клеток мы разделили на две подгруппы. Это подгруппа с низким количеством Т-регуляторных клеток. В данном случае медиана составляла 4,1%. И поэтому, соответственно, в эту группу попали больные, у которых количество Т-регуляторных клеток в крови соответствовало такому же количеству у лиц контрольной группы. И больные с высоким количеством Т-регуляторных клеток в крови, то есть больше, чем 4,1%, в эту группу попали больные, у которых значительно повышается количество вот таких активированных Т-регуляторных клеток в крови. Сам процесс активации Т-регуляторных клеток мы оценивали по уровню экспрессии рецептора CD62L, который представляет собой L-селектин. Он экспрессируется на значительном количестве различных клеток иммунных систем. Эта система позволяет активированным клеткам покидать сосудистое росло и обеспечивает их миграцию в периферическую лимфоидную ткань, где, соответственно, данная клетка, в данном случае Т-регуляторная клетка, оказывает свое уже ингибирующее влияние на эффекты адаптивного иммунитета, ну и в данном случае, соответственно, противоопухолевого иммунитета. Гендритные клетки мы идентифицировали по экспрессии рецептора CD83, который представляет собой гликопротеин, относящийся к надсемейству иммуноглобулинов. Этот рецептор экспрессируется на всех типах гендритных клеток, и, как по литературе известно, что в том числе, которые генерируются инвитро из моноцитов крови. А также мы исследовали экспрессию рецепторов коррецепторных молекул на поверхности гендритных клеток. В данном случае представлена информация по рецептору CD80, который представляет собой высокогликозилированный одноцепочный белок. Он взаимодействует с рецепторами CD28 и CD152, которые экспрессируются на поверхности Т-лимфоцитов. Но при всем этом по литературе представлено, что CD8 с большей афинностью связывается с рецептором CD152, что приводит к ингибированию функциональной активности Т-лимфоцитов. А вторая коррецепторная молекула – это рецептор CD86, который по своим структурным особенностям сходен с антигеном CD80, но он уже как раз с большей активностью связывается именно с рецептором CD28 на поверхности Т-лимфоцитов, что приводит к их функциональной активации. И третья молекула, которую мы здесь изучали – это рецептор HLA-DR, рецептор главного комплекса гистосовместимости, которые принимают участие именно в механизмах антиген-презентации. Молекула экспрессируется не только на гендритных клетках, но и на других антиген-презентирующих клетках, также на B-лимфоцитах и других клетках иммунной системы. На слайде представлен фенотип незрелых и зрелых гендритных клеток, которые, соответственно, получены из, сгенерированы из моноцитов крови у больных раком почки. Мы их разделили, как уже говорилось, по содержанию активированных Т-регуляторных клеток крови у больных раком почки. И вот обратите внимание, что на примере незрелых гендритных клеток наша гипотеза, она, в общем-то, достаточно активно подтверждается, то есть в таблице представлено значительное изменение в содержании тех фракций гендритных клеток, которые дифференцируются из моноцита в крови. Причем в данном случае отмечается, что повышается при высоком содержании активированных Т-регуляторных клеток в крови доля гендритных клеток, активно экспрессирующих молекулу CD80, снижается доля клеток в этом случае, которые экспрессируют с низкой активностью корецепторную молекулу CD80. Подобная же цепочка продолжается и в варианте активированных гендритных, ну или зрелых гендритных клеток. Соответственно, при низком содержании активированных Т-регуляторных клеток в крови у больных раком почки в культуре зрелых гендритных клеток повышается доля клеток с низким содержанием, с низким уровнем экспрессии рецептора CD80. На слайде представлена уже непосредственно сама уровень экспрессии функциональных молекул. Мы выбрали в данном случае фракцию с высокой уровнем экспрессии корецепторных молекул, то есть с высоким уровнем корецепторной функции. И показано, что у больных раком почки именно с высоким содержанием активированных Т-регуляторных клеток уже в культуре гендритных клеток, соответственно, вот с такой высокой активностью корецепторной функции снижается уровень экспрессии CD83 на поверхности клеток, уровень экспрессии корецепторной молекулы CD86 и молекулы главного комплекса гистосовместимости HLA-DR. Нечто подобное обнаруживается и на примере уже зрелых гендритных клеток с высоким уровнем корецепторной активности, то есть здесь мы обнаружили относительное снижение уровня экспрессии молекулы CD83 у больных с высоким содержанием активированных Т-регуляторных клеток крови, а также сниженный уровень экспрессии молекулы CD86 и молекулы главного комплекса гистосовместимости HLA-DR. Таким образом, наша гипотеза подтверждается. На примере больных раком почки установлено, что изменение фенотипа гендритных клеток, которые дифференцируются из моноцитов крови, зависит от количества активированных Т-регуляторных клеток крови, то есть даже тех клеток, которые непосредственно не контактируют с какими-либо супрессирующими факторами, которые в организме больного, соответственно, в том числе в крови, в ткани, могут находиться в растворимом варианте, либо в виде клеток, тех же Т-регуляторных клеток. Но тем не менее то воздействие, которое было осуществлено в организме на моноциты, оно, соответственно, оказывает, оставляет свой след, и, соответственно, этот след реализуется в фенотипе гендритных клеток, которые дифференцируются из этих моноцитов. А в целом, надо сказать, что выявленные изменения в фенотипе гендритных клеток характеризуют их сниженную функциональную активность, но при высоком уровне активированных Т-регуляторных клеток крови подобная зависимость проявляется значительно сильнее. Только у больных с высоким уровнем активированных Т-регуляторных клеток крови обнаружено, во-первых, четкое наличие корреляционных зависимости от их содержания с уровнем экспрессии коррецепторных молекул на поверхности гендритных клеток, что как раз отражает некую чувствительность фенотипа в этом случае гендритных клеток от предыдущего супрессирующего влияния Т-регуляторных клеток. То есть след остается, и он, к сожалению, оказывает влияние. Это необходимо учитывать при создании таких гендритно-клеточных вакцин, найти возможность преодолеть это супрессирующее влияние, стимулировать функциональную активность гендритных клеток и после этого более успешно их применять при лечении онкологических заболеваний. Работа представлена коллективом авторов, которые в данном случае представлены на слайде. Также необходимо отметить поддержку данного исследования проектом, финансируемым краевым государственным автономным учреждением Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности. Благодарю всех за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.